И всем привет! С вами Дзерамсом. Снова продолжаем играть в паразит Иф-2. В прошлый раз мы прошли уровень сложности баунти, точнее режим баунти. До этого прошли на сюжет основное прохождение, а теперь нас ждет третий режим. Скаленджер мод. Различается он. Уровень сложности у нас стоит hard, то бишь тяжелый. Состояние, в отличие от предыдущих, утомленное. Уровень врагов нормальный, пониже чем здесь. И уровень снабжения ужасный. Тут нам придется пользоваться только подручными средствами. Потому что приобрести или еще каким-то образом достать. Здесь предметы. Это не то, что стоит рассчитывать в данном режиме. Да, я не буду пока что с этим тиром заморачиваться. Я только на финальной сложности там заморочусь. Потому что там материально будет полезно. Так, ну как видите, у нас 10 единиц мана всего. Даже он полосочка микроскопическая. Так, ну сейчас давайте посмотрим, что же там Джоди продает. Почему, собственно, я и говорю, что бесполезно пытаться что-то здесь покупать. Так это вот по этому. Потому что оружие здесь. 12-ти ствольный гранатомет. Да, вещь хорошая. Безусловно. Мы помним, насколько хорошо она в баунти-мод себе показала. Я просто предфинального босса этой штукой разобрал на кусочки. Но, оружие. Гранаты. Бесполезные светошумовые гранаты. Бесполезные, реально. Броня. Ну, да, вот эту штуку мы можем купить. Кстати, по факту это то, что сейчас на АЕ прямо надето. Кабура и прочее. Ну, кабура с футболкой получается. Да, и здесь вот эта сумка продается. Из вещей. Да, продается протеиновая капсула. Это плюс. Минус, то что мы не факт, что будем ей пользоваться. Дальше. Плюс. Здесь продается перечный спрей, вспышка. Ну, да, и вот эти, в общем, вещи продаются. Это плюс. Однозначно. Продается вот эта хрень. Нам на нее денег не хватает. Ну, что очень печально, потому что было бы классно пользоваться этой штукой. Ну, да ладно. Так, берем бутылку. Оп, бутылочка. Тут нам все пригодится буквально. Так, отправляемся. 4 сентября, 8, 9 вечера, грубо говоря. И мы проходим туда. Да, из оружия у нас очень неактивным станет М9-3Р. Наш самый начальный пистолет, который стреляет очередями. Я, кстати, уже одну попытку начал играть, но там пошли такие проблемы, что, в общем, тут просто проще переиграть. Ну, почему мы это сейчас и делаем. Нам упавший вертолет. И мы направляемся к лифту. Ну, по факту здесь не то, чтобы прям сильно сложено. Главное, постараться уклоняться от врагов. Потому что враги наносят в 3 раза больше повреждений нам. Ну, так, для сравнения. Это существо из... Ну, в драйфе вот этот, какой-нибудь подобной хрень. 90 здоровье нам. Снимется одного удара. Так что... Ну, логично сказать, пошла бы она нахрен с такими. Я не понимаю, где тут... Находится лекарство. Ну, иди спать вообще. Даже вот этот человек нам не дает лекарства. Я точно помню, что здесь были лекарства. Я не знаю, может быть, фиратские версии на основе другого региона сделаны. И поэтому там что-то есть. Так, ну телефон идет нафиг, он нам не нужен. Так, мужик. Спать. Идем в кафетерий. Где нас ждет первый серьезный противник. Да, я не понимаю, зачем нам вот это обучение оставили. Могли бы его только на одной сложности сделать. Всякие вот эти информации и прочее. Мы один раз прошли. И явно должны были бы этим пользоваться иначе. Ну, либо сбегать, конечно. Ну, хотя кто-то может сбегал. Первое свое прохождение. От всех возможных противников. Так, этот чертик нас пока что не видит. Подходим поближе. Чертик нас увидел. В этом пистолете есть однозначный плюс. Все-таки перезаряжается он явно побыстрее, чем винтовка М4А1. Соответственно, много урона чисто из-за перезарядки я вряд ли получил. Так, ты... Ты... Ну, вот ты. Вот ты самое. Существо. Нормально, урону вносим. 15 по 16. По 21. 65, офигеть. И вот настают времена. Она начинает беситься. Кстати, она как-то резонирует. Заметьте. Слабо заметно, конечно. Сейчас. Нет, тут она как бы на паузе стоит. В общем, у нее тело чуть-чуть меняет оттенок. Она сейчас какая-то бронированная стала. Ну, тут, по крайней мере, я ее забил. Без повреждений. И удачно, кстати. Около стола встал. Так, давайте возьмем этот журнал. Но журнал это не то, что мне нужно. Хотя я не могу. Не могу. Так, ну, рупер, кстати, справится. Нас туда не пускают. Ну, а вот два чудика. Здорово, чудики. А, ну вот. Видите, укусил. Черт, 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 черт. Плохо, плохо, плохо. Так. Ну, как бы, плохо делаете. Главное, уже бы меня одновременно было бы кусать. Ну да ладно. Кое-как осилили. О, перцовка, перечень, спрей, то бишь. Ну, да, кстати, самое забавное. Я сейчас изучу заклинание лечения. Он мне ни хренашечки не поможет вообще. Все чисто, потому что, ну, вот видите, если я его изучу, он мне даст одну единицу магии. И у меня будет 11. Соответственно, я не смогу его использовать в любом случае. Так, давайте это возьмем. Как накопим на лечение, возьмем лечение. Так, естественно, заряжаемся. Ну, сейчас мне просто обязательно по сюжету надо поговорить по телефону. Let's do this. У меня есть? Нет, у меня нет ничего интересного. Что у нас тут? Зачищи на сколько раз. Ну, вот уже 9%. Хотя вот это оружие, я удивлен, насколько оно мощно держится. Да. Ну, тут у нас и лечение явно будет. Хотя вот это тоже, я прокачаю потом. И тоже будет мощно. Вот тут. Так, перезаписываем это место. Так, видите. Нет, оп, никакого значения нет. А, ну да. Это и записываем. У меня был опыт, конечно, сейчас поднабраться, чтобы лечение выучить. Так, с этим лучше так разобраться. Честно говоря. Ладно, отступаем и идем теперь туда, где был Руперт. Я не помню, брал я или нет. Пускай будет точно брал. Тут сейчас, по-моему, опять кто-то появится. Да, крысы и летучие бабочки. Так, ага, слишком далеко. Вот и нет больше бабочек. Бабочков больше нет. Ну ладно, в общем, не важно. Да, здорово, чудик. И куда ты лег? Давай, вставай. Разлегся он тут, понимаешь. Гад такой. Вот гад. Козель. Патроны уходят крайне быстро. На одного чудика 30 патронов, грубо говоря, ушло. Ну там 28, кажется. Как ты гад. Укусил. Подлец. Эх, еще чуть-чуть опыта не хватает. Ключик. Ну, давайте включим. Мы сейчас откроем лифт. Ну, как лифт этот. Как он называется? Надо для лекарства это взять. Эскаватор мы откроем его. Не забыв, как слово называется. Гениально. Так, а сюда мы пойдем, возьмем протеинку нашу. Протеинки я буду, как и в прошлом режиме, поедать сразу же. Как найду. Ну, никак найду, конечно. Я имею в виду, как понадобится. Когда меня ранят, достаточно, что нужно будет лечиться. Потому что больше протеина, больше здоровья. Больше здоровья, реже лечиться надо. Сейчас этим магией шарахнем одного вот этого. Благо, он стоит спиной и прям напрашивается на огненный шар в свой адрес. Готов. Почти. Да вот, теперь готов. А вот этот броник, который тут лежит, это крайне полезная вещь для нас. И тут уже, когда нам его в драйфилде вернут, я буду пользоваться исключительно им. Тут на что? GPS. Перцовка. Так, напускай, тут будет дубина. Тут у нас будет М9-3Р, когда я пистолет-пулемет возьму. И тут у нас еще одна лечилка. Куда-то лечилка третьего уровня я ставлю на боссика местного. Кстати, в крайне... А, у меня здесь не изучено. Да, могу изучить. Отлично. В крайнем случае, если у меня места будет не хватать, я, в принципе, смогу выкинуть броню, в которой, а, я сюда приехала. Потому что она мне все равно потом не пригодится никогда. Соответственно, можно ей будет выгинуть. Ну, зачем она мне? Если она мне не пригодится. Так, куда, куда своими лапами? Лапу убрал, мужик. Так, уходим, уходим, уходим. Уху-ху-ху-ху. Сложно. Ну куда так? Так, ну поэтому сейчас постреляем. Долго. Согласен. С М4А1 было круче. С возможностью изучить много магии сразу, еще круче было. Ну, не магии, конечно. Энергии. Но в любом случае. Так, ушатали. Лечилка первого уровня. Пригодится, на самом деле. Я тут, я тут, я думаю, много лекарств поем. Мало останется после меня. Мужик, ты что скажешь? Ты мне дашь МП5А5. А сюда я положу М9Р, поскольку он местами полезен. Так, нет, значит, че. На данный момент я его заряжу все-таки. Ух, так, здесь мало патронов. Так, давайте-ка я сбегаю и вернусь. Сбегаю с патронами. Все равно никого сейчас нет. И вернусь. Вот мы и вернулись. Патрончики у нас. Теперь полностью заряжены. На четыре гранаты у нас есть. Эти гранаты нам ох как пригодятся. Так, нет. Ключ. Берем ключ. И идем сюда. Ни в коем случае нам нельзя пропустить эту черную карточку. Вот вообще никак. Просто... И вообще вариантов нет. Так, что это нам очень поможет, когда мы будем проходить ближе к концу игры. А, ну да, сейчас эти просто сами появятся. Так, гусеницы. Легкий противник. Нельзя получать урон. Запомните. Такс, я спрятался здесь за статуэткой. Ну, сардельки, а? Так, сардельки. Ну, вот нафиг. Я вам как бы намекаю. На специальную сардельку ходит одна. На боевом практически. Так, все. Одну сардельку, кстати, при необходимости вполне легко можно считать дубиной. О, замечательно. Так, жалко, у меня всего три. Ой, три. Ну, двадцать три энергии, а не двадцать четыре. Иначе я смог бы использовать энергию еще раз. Ну, за одну обойму у шатало четыре крысы. Это хороший результат, я считаю. Думаю, что сейчас поедет это. Ну, заставка, что я приехал на этой. Ну, я вспомнил, что я уже там, я же приезжал на этом лифте уже. Так, две обоймы на одного толстенького надо. К счастью, руки у него не такие длинные. Так, сейчас он меня может задеть. Поэтому хрена. Мы вспомнил, они очень боятся огня. О, кстати, гидра это хорошо. Так что теперь я М9-3Р заряжаю гидрой, потому что он, этот пистолет, имеет куда более хороший шанс критического попадания. И на гидре это будет полезней. Так. Мне нужно успеть перезарядиться. Какая-то чучела меня не съела. Ух, успел, 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 успел. Ну все, чучела кончилась. Теперь осталось вот с этими чучелами разобраться. А. Угодить что? А, ну да. Слепота, паралич и яд. Так, давайте-ка мы сходим вот сюда. Подлечимся. Давай подлечим. Ну, подлечим наш боезапас. Если можно так выразиться. Потому что боезапасик у нас похрамывает на 32 ноги. Он очень быстро у нас все уходит. Так, вы быстрые чудики. Так, передержаемся. Так, передержаемся. О, еще гидров дали. Гидров. Да, супер. Хорошо сказано. Так, вы чеще не закончились. Да охренеть. Сколько там? Уже 90 патронов потратил. Почти сотни патронов на пачку этих умников. Как так вообще? Вообще не понимаю. Так, давайте-ка. Шутаем вот таким образом. Опа. Дарова, мужик. Ну, точнее, Дарова, крыса. Все равно, Дарова, мужик. И мы идем вставлять красненький ключик. Зона у нас прочищена. Отсюда. Красный ключ. Превосходненько. Превосходненько. Теперь у нас где? Да. Населились три зоны. По факту пять зон. Хотя я вот не помню. По-моему, в кафетерии вот это патио, они не заселялись. Но гусениц нет сейчас. И еще кого-то. Так. Так. Так, пока отступаем. Не хочу получать урон. Не получу урон. Превосходно. О, четыре гранаты. И то-го у нас восемь гранат на босса есть. Теперь находим гранат на босса. И гранат на босса тоже на босса. Как же без этого? Все, на босса. Так, здесь сейчас четыре сосиски появятся. Сардельки точнее. Так, сардельки не понимают. Не-а. Кстати, дубиной я на редкостью немало пользуюсь. Хотя, по-моему, я часто раньше, когда играл, пытался ей пользоваться, экономить патроны и прочее. Ну, пригодится восстановление один, в любом случае. Давайте подлечим наш боезапас. Хромающий на тридцать две ноги. Ну, что-то к таким местам в восполнении безопасности нам придется бегать настолько часто, насколько только можно представить. Каждые несколько комнат. По факту. Такс, 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 такс. Шестнадцать патронов на четырнадцать мышей, по-моему. А, нет, на девять мышей. Почему не на четырнадцать? Я хотел сказать, вообще на двенадцать. Но в итоге еще меньше оказалось. Так, ага. Тут у нас куча сарделек. Так, отступаем. И еще минус одна сарделька. Давай, последняя сарделька. Иди сюда. Ты же простой противник. Ну, чего ты? Застеснялась. Прямо такая сарделинка. Ну, и рученько прям так. Ха, конечно. Так, здесь будут сейчас бабочки и те же четыре сарделинки, которые мы уже встречали. Давайте. Налетай. Так, сразу давайте отступим. А. Так, черт, это сразу сейчас готово прыгать. О, отлично. Этих ушатал хотя бы. Эх, черт, попало. Вот видите, сколько одна простая сарделька снимает здоровье. Одним попаданием по телу. Так, никуда не годится. Всего лишь маленькая зеленая сарделька. Как так? Но тем не менее, маленькая зеленая сарделька очень сильно нас бьет. Так, тут, пожалуй, идеальный вариант это вот этот скушать. Потому что очки магии от родников. Еще, кстати, у нас что? О, у нас на самом деле хватает кое-на-что еще ген-то из самой магии. Ну, опыта. Опыта хватает. Да, неправильно ввел. Ну, теперь правильно. Да, враги остались только здесь. Я сейчас этих врагов затопчу, забью последнего и за кадром сбегаю за лекарством. Ой, за лекарством. За патронами, конечно. Разумеется же, именно за патронами. Ну, и скрипящая же дверь. Здесь, по-моему, сейчас должна даже музыка измениться. Да нет. Я думал, что если так все будет, то есть, если мы как бы активируем эту музыку, то она остается у нас и там. Все, теперь она у нас здесь и осталась. Ладно, я увидимся через секунду. И вот мы снова возвращаемся с полным, надеюсь, боезапасом. Я здесь ничего не напосячил. Да, боезапас вполне себе полный. Так, это заряжаем. Так, это меняем на гранатомет, заряженный этим. Это давайте пенициллин возьмем. А что, метаболизм я сейчас брать себе не хочу. Так, бомба. бомба, это дело такое. Естественно, мы сохранимся перед походом поездкой на босса. Нет, походом именно, да. Да, тут у нас уже помечается, что у нас скаленджер. И давайте сразу возьмем гранатомет. И энергию изучим какую? А прямо вот эту. То есть, она быстрее будет происходить и помощнее. То есть, усилений мы от этой штуки получим заметно больше. и возвращаемся назад. еще хренел. Так, так, так. Такс. Давай, передержись. Черт, черт, черт. Это больно. Это было нехорошо. Что у нас есть по лекарствам? Это восстановление два. у нас есть вот эта штука. Ого. Это как я его ломил еще один раз. как раз кончилось, как я и ожидал. А, все. На самом деле удачно. Такой готовился, что взял все свое нужное. И даже вещи немного потратил. Я помню, раньше я до сюда его доводил. То есть, тут это провод и труба. Это там два последних шанса его ударить. иначе он потом просто тупо зажимает уже. Ну и на этом мы завершили нашу башню акрополис. Не надо, не надо, не надо. Изучаем все это. Превосходно. дубинка нам не нужна. Она вообще не нужна, я думаю, будет. На денег всего 12 тысяч. Очевидно, нам не хватает ни на что полезное. Ни на гранатомет 12-зарядный, ни на что бы то ни было еще. Кстати, далее все-таки сейчас раствор рингера. А, да, его дают за то, что мы подбираем и доносим до сюда MP5A5. ах, хотя, ну, кстати, парочку, ну, как парочку, несколько спреев, вот этих перечных, я бы купил. Я не помню, будут ли они продаваться в будущем. Ну, естественно, из этого мы ничего не купим. Ну, это можно, но нафиг. На это у нас не хватит. на это тем более. Штучек 5 и этих штучек 4. Потому что это очень полезные вещи на данной сложности. Позволит некоторые комнаты пройти просто так. Ну, а перечень спрея еще пригодится на того, помните, не в холодце, а там уже в подвале мини-боссик местный. Ну, конечно, места я занял много, согласен. Но я не помню просто на самом деле будут ли они там продаваться или нет. Вот это Мэдисин Войл и прочие полезные вещи такие уникальные, они не будут потом продаваться. Да, на этом я сохраняюсь и заканчиваю данную серию. хотя давайте прямо здесь чего уж там. Я благодарил всех за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Так, нет, я хотел посмотреть, что у нас там по статистике. О, уже догнал, можно сказать. Ну, вот этот, я уверен, сейчас сюда взмоет. Энергия чего я особо не изменилась. Так, 7%, 7,36 у нас. Ну, ладно, все, на этом, как я уже сказал. Все, до новых встреч в следующих сериях.